В замечательных историях, как английские министры нашли свою тетушку в России, если кто слышал, да? Приезжает министр энергетики Великобритании, звонит из английского посольства, и говорит, слушайте, у нас тут министр энергетики, у него два часа, ему деться некуда, можно вам интервью дать? Ну, нам все равно, дырка есть, есть министр, поговори про энергию ветра. А я дежурный ведущий, как главное, давайте сажусь, садится Эдвард Миллибен, прости господи, и мы с ним говорим про энергию ветра, у меня на четвертой минуты, естественно, кончаются вопросы. Я ничего этого не понимаю, я же не готовился, у него, видите ли, время образовалось. Я, значит, давайте включать телефоны, ну, там, народ будет, значит, первый телефон включаю, когда человек говорит, да, я тоже занимаюсь энергией ветра, нам с переводчиком, естественно, сидят рядом, я ничего-то там, бла-бла-бла, второй телефон, что-то про ядерную энергию, третий телефон я включаю, у меня там кнопка, кстати, просто включается телефон, ну, вот кнопка отключается, звук отключается, я слышу такой интеллигентный голос, здравствуйте, меня зовут Софья Миллибан, я тетушка вашего гостя. Я понимаю, что я попал в ней, потому что, может быть, она городская сумасшедшая, а у него уже, как вы знаете, в мультфильмах у этого самого, у тех, кто-то, глаза так на пружинках, может, переводят, тетушка какая-то. Но я слышу, что, знаете, я же могу отключить в ту же секунду, да, но я слышу все-таки голос такой, знаете, московской дамы, гран-дамы, такая интеллигентная московская речь. Я говорю, а как вы тетушка? Она говорит, а вот была семья, и их, значит, вот, мой отец с Красной Армией, значит, вот, а их отец ушел через Польшу, ну, детство. Я говорю, значит, мы возьмем ваш телефон, потом соединились. А это, значит, министр Милибанк, Милибанк, что-то знаю, соединились. Оказалось, правда. И через две недели министр иностранных дел, Милибанк-старший, уже приезжает, приезжает на эхо, значит, привозит форт, и потом он к этой тетушке, которую они потеряли в 1921 году, ну, в смысле, ну, ее отец и их дед. И вот вам история, а как реагировать? Ведь мог бы не телефон вызвать, да, или решить, что сумасшедшие сбросить. Но как можно с ними договариваться? Вот такая история. И таких историй, таких немного, но прямой эфир это такая вот, вот такая вот фигня.